Уважаемые рабочие, необходимо в данной ситуации обратиться именно к рабочим, потому что от организованности рабочих зависит развитие России. Представитель правительства Российской Федерации выдвинул инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю. Его поддержала самая большая профсоюзная организация ФНПР. И сейчас уже вроде говорят, что в будущем все это будет реализовано. Но необходимо разобраться, к чему может привести реализация такой инициативы. Вроде бы хорошо. Три дня выходных, четыре дня рабочих. Но у нас в законодательстве ограничение рабочего времени 40 часов в неделю. Следовательно, никто не говорит о том, что останется 8-часовой рабочий день при уплотненной этой неделе. Следовательно, 10 часов в день придется работать. 10 часов, а если с проездом, с обедом, это практически большая часть суток необходимо будет проводить на работе, а точнее говоря, работать с довольно большой интенсивностью. Еще важнее то, что три дня выходных. Получается, что предлагается при низком уровне заработной платы, который сейчас есть, а заработная плата сейчас примерно в три раза меньше, чем стоимость рабочей силы в России. Это подталкивает людей к чему? Подталкивает рабочих прежде всего к чему? К тому, чтобы либо на этой же работе, либо на другой работе поработать еще четверг и пятницу. Следовательно, это движение к 60-часовой рабочей неделе. А теперь вспомним, кто предлагал такую инициативу. Не так давно, несколько лет тому назад, один из олигархов России, Прохоров, предлагал перейти на 60-часовую рабочую неделю. Все мало им, все медленно они считают, богатеют, все больше надо выжать из рабочих. Вот эта четырехдневная рабочая неделя, есть реальный путь к шестидневной рабочей неделе. Кроме того, получается, в эти четыре дня и в те дни, которые в четверг и пятницу, когда рабочий не будет работать, будет работать на другом предприятии, получается, сверхурочных никаких нет. Сейчас надо платить за 9-й час и 10-й час работы в одни сутки, в полуторном размере, если больше, то в двойном размере. А если будет 10 часов рабочий день, платить сверхурочные не придется. Вот на самом деле какая цель. А иначе непонятно, зачем увеличивать на 5 лет пенсионный возраст и при этом вроде бы дарить один выходной день. Никаких подарков от буржуазного государства ждать не приходится. Какая сейчас ситуация? Сейчас вроде бы 8-часовой рабочий день. На самом деле, по исследованиям, в среднем работают рабочие 9,5 часов в день. Это со сверхурочными. И, к сожалению, во многих случаях сверхурочные не оплачиваются. Следовательно, эти 4 дня превращаются в 10-часовой рабочий день, а мы сейчас вроде находимся на 8-часовом рабочем дне. Когда был введен рабочий день 8 часов? Он был введен после февральской революции 1917 года. Явочным порядком, сами рабочие, рабочие коллективы, забасткомы вводили 8-часовой рабочий день. Большевики после Октябрьской революции узаконили это своим декретом. И 8-часовой рабочий день стал устанавливаться и в других странах, потому что у них уже другого выхода у капиталистов в других странах не было. За это время, за более чем 100 лет, производительность труда, в том числе и в России, увеличилась от 50 до 100 раз. То есть в 100 раз, представьте себе, в 100 раз увеличилась производительность труда. Следовательно, производится больше продукта. Кому достается эффект от этого? Естественно, если 8-часовой рабочий день как был, так сейчас формально остается 8-часовой, весь эффект от этого достается капиталистам. Не случайно триллионы и триллионы долларов находятся в прибылях мощнейших транснациональных корпораций, монополий. Задача, которая сейчас стоит, это переход к 6-часовому рабочему дню. Могут сказать, что это нереально. Ничего подобного, это реально. В целом, в ряде стран Западной Европы работают практически уже по 6-7 часов рабочий день. В России является одним из рекордсменов по количеству отработанных часов рабочими за год. Об этом очень подробно изложено в замечательной монографии «Сокращение рабочего дня как основания современного экономического развития». Авторами является профессор Золотов Александр Владимирович, профессор Попов Михаил Васильевич и ряд профессионалов в данной области из Нижнего Новгорода и города Ленинграда. Я очень рекомендую всем ознакомиться с этой книгой. Она есть в электронном виде на сайте Фонда рабочей академии. И здесь очень подробно обоснована необходимость перехода к 6-часовому рабочему дню. Какие преимущества? Сразу уменьшится безработица. Капиталисты вынуждены будут внедрять новую технику, потому что им надо заместить эти выпадающие 2 часа. А на самом деле, как мы уже знаем, не 2, а с учетом сверхурочных гораздо больше. И самое главное, рабочие будут жить дольше. Рабочие будут иметь свободное время, то есть время для собственного развития, для работы в профсоюзных организациях, для усиления своей организованности, в защите своих интересов. Это именно основная тенденция прогрессивная в развитии производства. Сейчас очень здорово пугает. Вот робототехнику мы внедрим, и, соответственно, много будет безработных, куда девать работников. Рецепт известен. 6-часовой рабочий день. Будет 6-часовой рабочий день, значит, безработица уменьшится, вплоть до того, что, в принципе, можно практически покончить с безработицей, как социальным явлением. Если говорить о том, что вернуться к инициативе представителя правительства Российской Федерации Медведева по уплотненной рабочей неделе, то последствия очень и очень серьезные. Рабочие будут работать гораздо больше, некогда будет отдыхать, не будут видеть свою семью, и капиталистам незачем будет внедрять новую технику. Они будут получать прибавочную стоимость при этих же условиях за счет усиления эксплуатации работников. Как прийти к 6-часовому рабочему дню? Ну, во-первых, эта инициатива уже получает поддержку целого ряда политических деятелей, в том числе и в парламенте России. А самое главное, это могут делать сами рабочие, организуясь во время забастовок, когда есть смысл не полностью прекращать работу, а работать по 6 часов. Те, кто работают сдельно, отлично понимают, что могут в 6 часов сделать большую часть работы, ту, которую раньше делали, в 8 часов, и тем самым не потерять зарплате. Ну, и поддержать тех, кто работает по времен, на требовании тем, чтобы им тоже зарплату не снижали. Да, переход к 6-часовому рабочему дню, естественно, без снижения заработной платы. Есть такой экономический закон, что чем больше человек работает в течение дня, тем меньше он зарабатывает не только в 1 час, но и в результате за месяц меньше зарабатывает. Это доказывается примером Западной Европы, где они работают меньше, а зарабатывают больше, потому что есть путь развития России, это единственный путь для нормального развития России, это внедрение новых технологий. Не сверхэксплуатация рабочих, которые сейчас происходят, сейчас рабочие за 40 минут отрабатывают свою заработную плату. Остальное время, то, что произведено в остальное время, присваивается капиталистам. Вполне можно работать 6 часов. Поэтому я призываю к тому, чтобы об этом задуматься, поставить такую задачу и эту задачу решать. Вместе с решением этой задачи будет происходить развитие рабочих, развитие рабочего класса России, развитие нашей страны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...